Приветствую всех людей, которые нашли время прийти и выразить свой протест. Давайте проверим единение. Я скажу слава России и должен услышать достойный ответ. Слава России! Слава России! Своё выступление я хочу начать с обращения, так сказать, новоиспечённому сенатору Трушину. Трушин, слышно! Ты что себе позволяешь? Ты что себе возомнил? Ты бросаешь, бросаешь вызов русской нации? Это уже серьёзное, серьёзное оскорбление. Он предлагает наших детей сирот повозить на Кавказ. А мне хотелось бы ему задать вопрос. А может, те деньги, которые ты собрал вместе со своей шайкой, не потратить ли на такой вопрос и изучить, а где родители этих детей? Что с ними случилось? Неужели такие матеря русские, что оставили своих детей одинокыми? Где их не отцы? Не слышали ответа. А я скажу, экономические нарушения, коррупция. В одни руки согнали, полигархи, наши средства. Обратиться следует, полигархи и сказать, ребята, вы не сожрались ли, а? Может, вы поделитесь теми деньгами, на которые будут на российской территории выстроены детские дома, достойные цивилизованного общества? Их нелиберальный дух еще раз показывает. Ничего духовного у этих людей нет и не может быть. Пользуясь слушанием, я также обращусь к духовным отцам православной церкви. Вы нас ведете. Почему вы молчите? Почему вы не выходите и не говорите за те судьбы ангельские, которые хотят направить якобы на Северный Кавказ? То что, центр земли и всей культуры, это подщечина нашей русской нации. Со своих детей мы пойдем до конца, чтобы нас не ждало. Он называет цифры. 300 тысяч до миллиона тратится на одного ребенка в год. Дорогой Торшин, по кавычкам. А куда ты дел ту бельту, в которой ты умалчишь? 300 и миллион. Мне предоставилось в том году съездить в один из детских домов. Так уж судьбоносно вышло, что вот сейчас этот митинг, и я ездил, да? Я вам скажу, господа. Я приехал в этот детский дом, там разорение полнейшее. Поговорил с директором, с женщиной, с Еленой. Она сказала, что Собянин якобы выделяется и сама обещает. Нет там ничего. Там стоит один компьютер, и все просло травой. Я не хочу хвалить здесь коммунистический строй. Я жил при этом, стоя. У них была борьба, железный занавес. Да, одна кучка, которая не могла видеть нашу империю, да, могучую, которая имела технологии, открытие, оружие, да? Они сражались между собой. Так вот, коммунисты даже себе это не позволяли. Они не теряли, может, и не от доброго сердца, но детские дома были. И оттуда выходили достойные дети, которые служили в армии, были офицерами и защищали просторы нашей империи. Они делают все, чтобы развалить наше государство, чтобы мы были предатком экономических запросов Запада. И те предатели, которые сейчас сидят в Кремле, федерации, депутаты, они не хотят брать на себя ответственность на одного человека. Они берут ответственность на себя, потом перейдешь к краю. Я хочу обратиться ко всем москвичам и ко всем русским. Мужикам не позволим опозориться в глазах своих женщин. Выйдем на улицы с общим духовным протестом за наших детей. И спасем нашу Россию. Слава России! Слава России! Победа с нами! Господь с нами! Вперед! Победа с нами! 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 Через три барона! Слава России! Вперед пути содержимой женщин между прочим униvé истории! della к,'ですか?